Самое что ни на есть добрейшее утро. Все кто смотрит канал давно знают, что я начинал прошлый сезон с отделки стенхаубергом и не доделал до конца по простой причине. У меня появилось большое желание въехать в дом и я начал заниматься отоплением, поэтому пришлось отложить. Дальше наступили зимние морозы и опять не получалось. В общем сейчас небольшое потепление и я хочу продолжить эти работы, но самое главное было очень много и доверий и недоверий к материалу и сегодня я хочу рассказать то, что я лично сам заметил при эксплуатации при жизни в этом доме уже. Ну и самый наверное главный вопрос, как он ведет себя на морозе и что-либо замечено ли было. Так, ну друзья, что, предлагаю начать. Сейчас я быстренько вот это все перетаскиваю наверх, ну точнее на веранду и начинаем колотиться. Что сделал я уже? Начал чистить снег и отметил вчера уровнем по темноте линию горизонта, по которой сейчас первым делом я поставлю карниз, а потом начнем колотиться. Так, инструменты берем и вперед. Никогда, друзья, не пилите саморезы циркуляркой. Погубил я немножко диск, надо сейчас новый купить. Заточить его попытался, бесполезно. Все равно кривит, косит. Сейчас, что получилось из этих брусков, просто у меня кончились бруски, как вы понимаете, из-за стены и мне пришлось распилить десятку. прикручиваю и потом устанавливаю планки. То есть, что получается? Сейчас я ее по уровню прикрутил, мне не важно, какой у нее низ, пусть он будет хоть самый убитый, это вообще без разницы. Главное, чтобы планку прикручивать, я ее подниму миллиметр на 2-3, вот так, вверху, чтобы она потом имела естественный сток. Как раз профиль ляжет прям на ее основание. Ну, это уже я сам придумал отогнуть ее, потому что у меня просто не хватало на карнизы. Хотя, в принципе, сейчас хват... Нет, тоже не хватает. Здесь не хватает. То есть, вы понимаете, да, отлив он 10 сантиметров всего, а здесь примерно 12. Не хватало. Поэтому я сделал такую штуку, и он... Отлив отлично ложится. Так, все, крутим, 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 крутим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие первые гонты у нас идут на низ, и ни в коем случае не надо их переворачивать. Это должно быть вот так. Я по своей глупости в некоторых местах в прошлые разы делал наоборот. Думал, что будет лучше. Но это неправильно, потому что кирпичики не подклеиваются, если делаешь наоборот, и получается неправильно. И второй очень важный момент. Если вы работаете при температуре минус хоть сколько, то советует какое-то время выдержать пачки в доме для того, чтобы они приобрели комнатную температуру. И на улице надо работать чуть быстрее. Не разглагольствовать, так скажем. Чем я и занимаюсь. И еще последнее важное задание сейчас, занятие, это определиться, как нам колотиться. То есть, смотрите, если у нас сейчас здесь маленький гонтик идет, да, то вот тут должен идти длинный, чтобы показать эффект кирпича. И дальше наоборот. То есть, соответственно, я сейчас в половину вот так это дело обрежу. И у меня получается, что начнется это с большого гонта. Понимаете логику? Вот такая вот история. Но, друзья, сегодня у нас задача не только показать, как это собирать, но еще задача у меня показать, как работает хауберг зимой. И сегодня обязательно я сделаю. И даже сейчас я вам это покажу. Пойдемте. Смотрите. Видите, кирпичик отошел. Отошел. Но эффектнее и понятнее это выглядит ночью. Сейчас я вам ночью покажу. Хоп. Когда солнце садится, заметно вот это все ребрение. То есть, заметно, где оттопыривается ламелька или гонт по-другому, где он не оттопыривается. Так вот, я пошел дальше изучать этот вопрос. Так, и давайте опять свет включим. А проблема вся, друзья, в том, что Денис просто вон там не заколотил гвоздик. Вот здесь, только под ней. Просто здесь я закосипорил. Поэтому ближе к лету я отодвину гонт, когда это будет уже гнуться нормально и прибью туда гвоздь. По тому, как это хорошо клеилось, можете увидеть. Битумная эта прослойка, она даже текла. Это показывает то, что подклеиться было не проблема. Но так как гвоздь не держала, вот она вот так оттопырилась. Эти все косячки, они если и есть, то только по моей вине. А по поводу того, для чем я сейчас тепланки делал, я покажу. Это вот это мое ноу-хау. Сделано оно только потому, что у меня сильно отстоит цокольная часть, консолька. Если бы она была бы вровень или заподлицо, то мне бы ничего делать не пришлось. Я просто поставил бы отлив, а может быть вообще ничего не ставил и начал бы уже колотить стену. Сейчас только вам говорил о том, что стартовый гонт не надо переворачивать. Здесь он перевернут и соответственно клеевые части находятся очень высоко и кирпичики не подклеились. То есть тоже моя ошибка, мой косяк. Но это никак в жизни конечно не скажется, кроме того, что он вон встает везде. Видите, не подклеивается в этих местах. Но зато вы будете уже на опыте. У вас уже будут зато знания, как это делать правильно и лучше. Если говорить о гонтах, которые мы будем колотить выше, то там забивать ершоный гвоздик вот такой нужно под каждую, ну я потом дальше покажу, под каждую клеевую между швом. То в данном случае я буду бить наверное вот в эти части, потому что бить сюда наверное я могу просто повредить отлив. Вот. То есть сейчас что я делаю? Здесь есть специальные надрывы. Мы берем серединку, чтобы понимать откуда потом гнать следующий гонт. И поехали. Немножко приподниму капельку. Так, я всегда бил сначала один край, потом бью второй край. Сейчас поправим сразу. То есть забил немножко гвоздик, поправил. Уже этот навык потерял за полгода. Правильно мне писали в комментариях, что Дэн, не теряй время, пока у тебя набита рука, колотись. А я не послушал. Зимой работать тоже нисколько не сложно. Единственное вот, да в принципе минус 10, минус 12, наверное это даже и не зима-то вовсе. Тем более у нас-то в Сибири, да? Летом, летом, чем классно, когда я ставлю следующий гонт, вот сейчас мы бьем стартовый, он особо не заметен. В его работе непонятно. То есть он сейчас держится за отлив. Когда я начну сколотиться и буду класть гонт на гонт, я подклеить их уже не смогу, потому что она сейчас от холода совершенно дубовая. А летом, когда плюс 20, ты подклеиваешь, она все равно немножко приклеивается к предыдущему гонту. И можно даже руку убрать, и какое-то время она будет держаться. Вот это плюс. То есть сейчас мне придется держать все на весу, руками. Возможно, я буду работать с Женей, с помощником. Ну, это вот из минусов работы зимой. Но это еще не точно. Сейчас мы это все узнаем. Но мне кажется, так будет. Потому что я помню, когда я работал в морозную погоду, как раз это и происходило. Что такое одни саморезы? У меня что там, полный карман саморезов что ли? Я же гвоздей набирал. Ну, саморезики попадаются, короче. Когда я работал в такую холодную погоду, там плюс 18 даже, я помню, что гонт не приклеивался и было немножко неудобно. Здесь я аккуратно обрезаюсь. В принципе, на морозе можно и обломить. Она сейчас ломкая. Но лучше обрезаться. Так будет аккуратнее. Начинаю устанавливать гонты. Важный момент. Друзья, как я уже говорил, гонты обязательно пересортировать. Они, конечно, в принципе, сильно-то и не пестрят разностью, но, тем не менее, будет правильнее, если вы пересортируете. Это мы всегда делаем перед тем, как начать работу. И второе. Снять вот здесь защитный слой. Где написано не удалять, не удаляйте. Только вот этот. Чтобы потом они подклеились. Все. И теперь вот по вот этим засечкам, которые есть на каждой серединке, мы и ровняем. В моем случае здесь идет сейчас первая по краю, а дальше будем ровнять уже по этим местам. И первое, что я делаю, я немножко приподнимаю над отливом. То есть, смотрите, пару ударов, потом чуть-чуть приподнял и колотим первый ряд. Лучше, конечно, делать это по шнурке. Я тоже буду сейчас шнурку натягивать. Вы увидите. Опять же, приподнимаем чуть-чуть, миллиметра два. Для чего я поднимаю? Первое, чтобы она не буровилась, когда будет какие-то... О, кстати, увидели косяк мой, да? Бить-то надо теперь. Это мы первый били между. Теперь бьем под клеевой слой. Не между, только под клеевыми слоями. Где-то посередине между клеевым. Как говорится, первый наш зимний камень заложен. Скоро будет здорово. Сейчас вы увидите, как будет меняться. А, давайте, чтобы вы запомнили. Запомните фасад таким. Да, конечно, вот еще раз видели, вот даже вам аэросъемочка вокруг дома. Скоро, совсем скоро он будет реально красивый. А вверху будет отлив. Друзья, я думаю, в этом видосе мы это не успеем еще сделать. И я попрошу вас посоветовать форму. Как вы думаете, стоит ли вообще какой-то делать такой карниз выпирающий? Или наверху ничего не надо делать? Мне кажется, было бы прикольно сделать какую-то белую такую карнизину с какими-то ребрами. Ну, по типу моей лобовой. Вот. Только белую. Вот типа как лобовая, только белый стиль. Что-то такое. И не выше, чем начинается проводка плафонов. Видите? По моему пониманию это как-то вот так. Сейчас буду форму придумывать в ближайшее время. И потом мы это все дело там прикрутим. Красиво будет. Я думаю, будет красиво. Так, ну все, я кулачу, а вы смотрите. Лучше всего, друзья, доверять шнурочке всегда. Первую шнурку сделаю по грани. По грани пробьемся. А вторую уже будем по кирпичикам гнать. Вот. А теперь следующий гонд мы уже будем делать по верхним граням наших кирпичиков. Вот так. Так, ну и что вам? Еще какую-нибудь тайну пока рассказать про зимний хауберг. Хотите? Сейчас. так вот опять возвращаемся к уже приколоченным местам. Я вам покажу сейчас свои косяки. Ну, то, что произошло. На самом деле, вы, конечно, ничего не увидите. Но, допустим, для искушенного взгляда зрителя, вот здесь сейчас есть шов. Вот тут есть шов. вот прям его плохо видно, но он есть. То есть сбуровленный хауберг. И еще сбуровился хауберг. Вот. Если смотрим сейчас на плафон, то правее него, видите, вот тоже все сбуровлено. Прям видно, что сбуровилось. И левее сбуровилось, чуть-чуть. И я даже написал производителю, что есть такая проблемка. Объясните, что произошло. В конечном итоге пришли к такому выводу, что кровельный материал, он же не сбуровливается. И у битума нет линейного расширения. По факту, сам хауберг, он не увеличивается, не уменьшается от холода. А проблема состоит в простом. Очень большое линейное расширение у нас, друзья, есть на ОСП. И вот, как оказалось, в тех местах, как раз где он сбуровился, это места стыков. Как мы знаем, на жаре материал увеличивается, то есть линейное расширение максимальное, а на холоде он сужается. Когда я в разные погодные условия сделал разную работу, то есть в одну я устанавливал ОСП, а в другую колотил хауберг, как вы помните, и сейчас вот это вот так сыграло линейно. Сейчас это не видно на самом деле, не сильно. А это заметно, когда на эту стену бьет жара прям. И вот как с этим бороться? Мне объяснили простой вариант. Чем меньше листы ОСП, тем меньше на них идет линейное расширение. То есть вот такой пригодится. Поэтому когда вы делаете из клочков, а не из цельных листов, это лучше. Ну а так в целом, что могу сказать по зиме? Многие говорили, что от урагана у тебя там будут чешуи отлетать. Друзья, вот реально, если сейчас кто-нибудь из вас зайдет в наши видосы по хаубергу, периодически в этом выпуске я буду вставлять их вот здесь, на ссылках. Если вы почитаете комментарии, там будет просто шок. Ну это капец, конечно. Что только не пишут. И чешуя отлетит, все это дело выцветит, все это дело обсыпется. Насчет обсыпания, друзья. Все осыпалось. Все. Ничего не осталось. Жесть, конечно. Единственное, что могу отметить, и я могу с этим согласиться, я могу это отметить, это о том, что сейчас, если подойти вот так взять гонт какими-нибудь шаловливыми ручками ребенка, то, конечно, можно его отломить. В свою очередь, можно и кирпич отколотить, если у вас кирпичная кладка. А второй момент, если отломил, то здесь просто вот эти два лепестка приподнимаются, вырезается сегмент и вставляется новый. Все ремонтируемо пригодно. Я сейчас не оправдываю, но действительно, на сегодняшний момент меня полностью устраивает этот фасад. И есть такая фраза, кстати, у многих в комментариях, что с дороги супер. Ну так и есть. Конечно, близко подойдешь, потрогаешь, ну что-то, что-то. А с дороги смотришь, прям кирпичная классная кладка. Мы сейчас делаем только второй кирпичик уже, да? То есть второй ряд только начали класть. Уже просто обалденно. Ну мне нравится. Сейчас это все заколочу, откосики поставлю и у нас фасад. Класс. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот о чем я и говорил Летом плюс от того, что она хоть подклеивается Я вот сейчас мог бы отпустить Она была бы приклеена Ну она конечно поддерживается чуть-чуть Но отпустить я конечно не могу Сразу все рухнет Вот только вот в этом минус А ну и пальцем на улице стучать похолоднее Если температура ниже 10 На сегодня прям классно Такой проблемы у нас нет Сейчас бью чуть выше Просто у меня здесь шов ООСП идет Гвоздики ныряют Вот и вся работа, друзья Вот и вся работа В общем как вы поняли основные правила Это ровность горизонта Ну это как бы не правило Это просто эстетика Если вы сделаете волнами Вы будете проходить и смотреть И вам все время И вам все время будет бесить Что вы криво все сделали Понимаете? А когда вы по шнурочке сделали ровненько У вас и кирпичная кладочка идеальная И дом кажется весь ровненький Только в этом нюансы По поводу Неллера Что мне не нравится в Неллере Это компрессор Это постоянный гудеж Тяжелый инструмент Одному это не очень удобно С этим пистолетом Неллер все-таки тяжелый инструмент И надо два человека Здесь я могу один работать Потихонечку, не спеша Я думаю, что я вам еще Неллер покажу В этом сезоне Он будет скорее всего Мне удобнее молотком Может быть Неллером быстрее Но куда торопиться-то? Куда торопиться, друзья? Это же удовольствие Но мне нравится Сама стройка в удовольствие Поэтому куда торопиться? Аккуратненько Думаешь о своем Колотишь Прелесть Кто понял, жизнь тут не спешит Вы же знаете Так, друзья мои Ну, прошла одна минутка Я поставил леса И натянул шнурочку Для того, чтобы сейчас Ровненько поставить И самое главное Когда мы работаем с окном То нужно взять Какое-нибудь за основу место Это должен быть Либо сгиб листов Вот он Вот этот прорез Либо это должна быть Вот эта загибуля Короче И мы должны провести От нее по вертикали Линию ровную до верха Для чего это делается? Чтобы потом Когда мы дойдем здесь И здесь до верха Чтобы мы сошлись с линиями Чтобы не получилось Потом, что Между кирпичами Какие-то дополнительные вставки И теперь просто ориентируясь Уже на маркер Который я там поставил Вот, видите Середина Мы теперь знаем Вот, видите Вот моя отметочка Порыв На Хауберге Совмещаем его С Меткой И в этом месте Теперь Колотимся Так, примерно Наживулись Посмотрю Так, все по шнурке Все по шнурке Теперь можно заколачиваться Вот так Все по шнурочке Ровно По горизонтику Все должно быть По горизонту Ну, а, кстати По обливу окна Как сделал это я Есть в предыдущих видосах Которыми я Этот видос Снабжу Ссылками Вот в этой части экрана Будут ссылочки По ходу фильма И там Все, все, все По Хаубергу Кому это интересно Там и цены есть Там и Как все Проходить углы Примыкания И так далее В общем Я для себя поставил Такую задачку 1 мая Будем отмечать уже Праздник В отделанном доме Хотелось бы так То есть Это такой мой Некий дедлайн Сейчас туда клочок ставлю Потом переношу Шнурку повыше И идем Следующий ряд Блин Такая чешуя классная Она не приклеена Когда Сейчас потеплее станет Начнет сюда солнце падать По утрам И все начнет подклеиваться само Ну вот как на тех стенах Где вы видели Можно конечно Сейчас было каждый ряд Проходить феном Ну и так рекомендует Производитель Но это настолько долго Что я подумал Солнышко справится С этой задачей Лучше чем фен Друзья Друзья Чем прикольно Работать в мороз Смотрите Мы берем Просто И ломаем Хотя Хотя Так производитель Конечно Не советует делать Но Переставляем 15 миллиметров 15 Это у нас Сам отлив окна И теперь Карниз Как я уже говорил В моих идеях Это что-то типа Вот такого То есть Здесь сделаем Допустим 70 миллиметров Это будет 100 25 100 25 И Здесь 15 Вот Такой карниз То есть По сути Вот она стена Здесь я прикручу Брусок Пятерка И Вот здесь Саморезом Потом его зафиксируем К этому карнизу То есть Заказываю Вот такое сейчас гнутье И его мы будем крутить Так друзья Едем за гнутьем Покажу сейчас Какую форму я выбрал Нарисовал Заказал И мне сегодня же Это все и сделали В общем Все получилось Очень быстро И оперативно Не знаю Успеем ли сегодня Повешать уже Ну хотя бы Вы увидите Как она выглядит Вот такая вот Погода на Алтае Сегодня друзья На улице дождь Уже второй день Вау Тут лужа Лужа Я промочил ноги Потому что стоял в луже Зима Январь Дождь Такого я не помню Реально Давно такого не помню Так знаете Сколько мне Вот это все гнутье Мне вышло В 3566 рублей По 825 рублей За один квадратный метр Поехали крепить теперь Сейчас я вам покажу Что я нагнул там Видите профиль получился 7 сантиметров 10 25 10 25 И пятнашка Для фиксации По-моему здорово Скоро Совсем скоро Вы увидите Как это будет В реале Уже на месте Прямо Немножко осталось Друзья Буквально Пару дней Это у нас Значит Карниз И еще Я сделал отливы По поводу отливов На самом деле Можно было все сделать Одним гнутьем И это наверное Было бы так же нормально Но Я посчитал Что Пыль Грязь Дождь Вот это все Стекало бы по карнизу И прям По стенке Если бы я не сделал отлив И я сделал отлив Где-то на пару сантиметров Больше Для того чтобы Вода Дождь Грязь И все остальное Стекало по нему Ну то есть Понимаете о чем я Да Но не по карнизу Карниз будет чистенький Большую часть времени А так по нему бы все текло И была бы грязь Помните да У нас на крыше Было столько снега И все это сошло Сейчас Вообще он чисто Вот на лесах Видно да Вот какая-то часть Это все вот так Вот оно Вот он здесь снежок В ближайшее время Нам предстоит Еще сделать Вот эти все стены Вот эти все стены Тоже буду все их колотить Но сначала покажу вам Как я сделал Вот эту часть Все друзья Увидимся с вами Буквально через Несколько дней До скорых встреч Все Пока Пока Продолжение следует... Продолжение следует...